Всем привет, с вами Прия. Сегодня, листая YouTube и смотря абсолютно все комментарии, которые вы написали к последним видосикам, увидел один очень интересный комментарий по типу «Куда девать радужные манажемчужины?». И перед тем, как ответить на какой-либо вопрос, я всегда ознакомлюсь очень подробно с какой-либо информацией, чтобы нормально ответить на поставленный вопрос. И меня эта тема заинтересовала, потому что у меня тоже манажемчужин такое хорошее количество набралось, хоть и редко там какие-то локалки делаю, и в основном только это все на АП делается. То есть чисто локалочки на манажемчужины, конечно, можно поделать, но сундук, в принципе, наполняется сам по себе. И за сундук, который за 4 локалочки, там тоже манажемчужины изредка даются. Так что относительно в пассивном темпе лишние манажемчужины, само собой, у вас накопятся. На что их можно потратить? Ну, подумаем. То есть можно, конечно, купить репутацию для своего твинка, и таким образом апнуть репутацию до превознесения. Для каких-то целей вопрос хороший. Далее. Можно купить различные итемы по типу маунта, питомца, игрушки, либо просто итем, который позволит юзать подводное средство передвижения абсолютно в любом месте. Ну, это прикольно, это интересно. Но можно и немножко голдишки с этого всего дела подфармить, а именно покупая бентосные поножи. Насколько я правильно помню, это самый дорогой итем. В общем, плечи, шлем и доспех торговцу продать нельзя, их можно только распылить, насколько я правильно помню. Плащ точно дешевый, наручи тоже, перчатки тоже, ремень тоже, ботфорты тоже, а вот бентосные поножи это самый дорогой итем, насколько я правильно помню. Цена продажи латных набедренников торговцу составляет 75 голды, но, опять же, прокают разные набедренники и какие-то чуточку дешевле, по типу 73, 74, еще четвертый вид какой-то должен быть, 73, 79. Ну да, в общем, средняя цена где-то 72-75 золота. Это, в принципе, нормально. То есть, получается, в сумке у меня сейчас 31 штучка, и это почти 2300 голды. С целью автоматизации всего этого мне поможет модификация скраб, которая позволит продавать хлам. То есть, кликаем одну кнопочку, и все эти поножи продаются. Также два макроса. Два макроса, которые позволят не нажимать вот это вот окно подтверждения. Первый макрос позволит покупать бентосные поножи без окна подтверждения. То есть, мы просто закликиваем кнопочку «Бентосные ноги», ну, макрос, который выставлен на панельке. Закупаем все абсолютно по фуллам, чтобы свободного места просто в сумке не осталось. Далее мы используем второй макрос, который позволит использовать все эти бентосные поножи. Ну, то есть, просто-напросто мы вскрываем их, закликиваем. После того, как абсолютно все поножи вскрылись, мы нажимаем кнопочку «Скраб», и после этого абсолютно все поножи продаются. Получаем дополнительное золото. Повторяем данный процесс. И опять же используем второй макрос на то, чтобы вскрыть эти бентосные поножи. После вскрытия продаем их. Вот и все. Каждые пять моножемчужин дадут нам примерно 70-75 золота. Это замечательно, и с целью того, чтобы потратить лишние моножемчужины, я думаю, это просто прекрасно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте о ссылочках в описании. Макросы добавлю туда же. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...